Сейчас мы находимся возле аэропорта Душамбе, который практически опустел, несмотря на то, что сейчас самый сезон возвращения трудовых мигрантов из России. Дело в том, что российские авиавласти закрыли 4 рейса компании Сомон Эйр. И в ответ таджикские власти были вынуждены также закрыть 4 рейса российским авиакомпаниям. Из-за этого сейчас российские власти угрожают вообще полностью прекратить авиасообщение с республикой Таджикистан, то есть шантажируют таджикскую сторону. Дело в том, что, возможно, российская сторона хочет просто захватить авиарынок республики Таджикистан и уничтожить гражданскую авиацию страны. Было принято решение со стороны министерства транспорта, чтобы создали рабочую группу и полетели в Москву в данной ситуации как-то разобраться. 22-го мы встретились, ни к чему мы не пришли, потому что чувствовалось в ходе встречи, что чисто идет мощнейший прессинг со стороны авиационных властей Российской Федерации. Хотя до этого говорят, что министерство транспорта занимается авиационной политикой, а не коммерцией. Фактически мы вчера видели, что они чисто лоббировали интересы коммерческой структуры. Давайте мы будем проводить консультативные переговоры до начала летнего расписания, то есть в марте месяце, может быть, в вводе нового перевозчика посмотрим. То есть чисто демократический, чисто консультативный, нормальный подход был. На что мы получили отказ, они прервали переговоры, сказали, информируют нас. Когда вечером было, мы где-то в 00 часов московского времени получили телеграмму с Росавиации о том, что нам запрещаются полеты по направлениям Оренбург, Краснодар, Красноярск, Иркутск, в связи с тем, что авиационные власти двух стран не смогли достигнуть договоренности в рамках консультации в Москве по вопросам выдачи разрешения на полеты авиакомпании «Ямал» из аэропорта Жуковский. По мнению таджикских авиавластей, вопрос перешел в политическую плоскость. И сейчас посол Таджикистана в Российской Федерации готовит письмо, ноту, которая будет передана в Министерство иностранных дел Российской Федерации.